В эфире Вести недели. С вами в студии Андрей Юлиан. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Какой награды удостоился 39-й президент США? Где назвали улицу в честь легендарного боксера? Сколько лет самому старому школьнику Непала? Кто обнаружил могилу Аристотеля? Об этом узнаете в нашем выпуске новостей. Оставайтесь с нами. Бывший глава американского государства Джимми Картер, второй по возрасту из проживающих в настоящее время экс-лидеров США после Джорджа Буша-старшего в Лос-Анджелесе стал обладателем приза Грэмми в номинации «Лучший разговорный альбом». Альбом Джимми Картера под названием «Полноценная жизнь. Размышления в 90 лет» представил аудиозапись своей автобиографии, которую издали год назад. В ней бывший хозяин Белого дома весьма обстоятельно рассказал о детских годах, о семье, в которых воспитывался в военной службе на подлодке и работе в большой политике. Напомним, что Картер – 39-й американский президент, который руководил страной в период с 1977 по 1981 годы. В честь Мухаммеда Али в Нью-Йорке была временно переименована «Одна из улиц». Таким образом, была отдана дань памяти легенде бокса. Мухаммед Али ушел из жизни на 1975 году жизни. После сообщения о кончине боксера, исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров объявил, что в регионе будет зал для занятий боксом имени Али. Самому старому непальскому школьнику 68 лет. Сейчас он учится в 10-м классе. Великовозрастный ученик хотел получить образование с детских лет, однако не смог сделать этого из-за бедности и принадлежности к непальской касте неприкасаемых. Потом он обзавелился семьей, которую надо было кормить. Сейчас дети и внуки выросли, и шесть дней в неделю непалец преодолевает пешим ходом несколько километров до школы. Директор школы признался, что гордится целеустремленностью своего необычного ученика. Мужчина хочет не только стать образованным, но и попробовать быть преподавателем для тех, кто по объективным причинам не может учиться, но искренне хочет этого. Гонения неприкасаемых в стране на официальном уровне запрещены, однако их притесняют. Так называемым долитам нельзя учиться, работать и заходить в храмы. Считается, что в стране их приблизительно 4,5 миллиона. Коллектив археологов из Греции уверен, что после двух десятков лет скрупулезной работы на древнем Стагире они отыскали могилу древнегреческого мыслителя Аристотеля. Место было обнаружено почти 20 лет назад, однако в тот момент, была лишь гипотеза, что здесь может быть похоронен великий философ, наставник Александра Македонского. Исследователи рассказали, что появились новые сведения и убедительные доказательства того, что в могиле находятся останки именно Аристотеля. Захоронение располагается на одном из склонов родного города мыслителя Стагира. Аристотель – автор всесторонней философской системы. Рассуждения философа сильно повлияли на все дальнейшее христианское богословие. На этом я с вами прощаюсь. Эти и другие новости вы сможете найти на нашем сайте radiovector.info. У микрофона был Андрей Юлиан. Всего доброго. До свидания.